Ребятки, всем привет, с вами Александр, Clash of Clans, очередная у нас клановая война, и на этот раз в Коевики нам попался какой-то нубовский противник, как видим он сделал 27 атак и заработал 29 звезд, ну то есть практически одна звезда с атаки, в то время как у нас, ну ближе к трем, ну скажем так, минимум 2 звезды, 22 атаки, их было бы 44, а у нас 52, то есть довольно таки, ну неплохо идем, как для непрофессионалов, видим да, что первого, второго нашего атаковали, вообще ничего не забрали, ну так вот, в общем соперник нас атаковал не особо, и у нас была такая вот интересная атака, сейчас ее хочу вам показать, вот есть у нас такой парнишка, мой братишка Андрюха, вот это его ТХ, как видите, у него ТХ, 8, еще даже не фуловые, так, и смотрим, он атаковал, первый, он атаковал зеркало 7 на 100%, и нас больше интересует, вторая атака на 3, атака на 3, давайте нажмем шпионить, и как мы видим, здесь уровень 9, и давайте посмотрим повтор, как ТХ 8 сносил ТХ 9, 10 драконов, подкрепик кабаны, бросается землетрясение на 2 рядом стоящие воздушки, большая ошибка ставить, да, воздушки рядом, так, что их можно с деревьями одновременно зацепить 2, в общем-то, видите, бросаем 2 землетрясения и 1 молнию, и 2 воздушки улетели, осталось еще 2, но одна с краю, с ней будет разобраться проще, впускаем кабанов туда, ну конечно, арбалет херячит, просто как пулемет гатлинга, но кабанчики на последнем издыхании практически успели, так, вошли уже дракончики, вместе с королем, бросается, активируется король, и с той же стороны у нас справа заходят и драконы, чтобы долететь до воздушечки, побыстрее ее снести, хилок нет, есть только рейдж, бросается рейдж, чтобы ускорить снос воздушки, еще 3 дракона в запасе, они не пущены, они будут пускаться, скажем так, в то место, где потребуется экстренная помощь, так, ну а тем временем дракончики, в принципе, все сносят, довольно-таки сносно, а эйра нет, драконов еще живых осталось много, впускается еще дракончик сверху, все уже дракончики выпущены, и остается целая минута, в принципе, прогнозы положительные, осталось всего лишь 2 лука и 2 вышки магов, который по драконам бьет не особо так сильно, потому все должно получиться, давайте ускорим его, это дело, вылетела бомба, но дракона она не убила, дракончика, да, последним выстрелом дострелила воздушка, лучники, лучники дострелили, но все, все получилось, осталось драконам слетать от угла к углу, 13, 8, 6, 3, 2, 1, ааа, на последние секунды, просто очень часто получается все на последней секунде, я нахожусь на 31 месте, в этом, в этой войне, всего у нас здесь сколько, 40, 40, ну у нас, я думаю, тоже, конечно, много атаковать не будут, мы, 2 атака я выбрал, такая вот база попалась, ну смешная база, чисто, чисто по приколу, я не знаю, зачем ее, такой построили, я специально хотел зайти сверху, думаю, потому что заход внизу открыт, и там, наверное, много ловушек, но никак не хотели мы гиги идти в угол, но они, правда, в принципе, выбрали самое слабое место, нет, думаю, слабое место все-таки нет, был там единственный золотой кубик, но они бомбили не его, в общем, гиги пробились по центру, кое-какой помощи бомберов, и живенько пошли, пошли бомбить, были у нас даже бомбочки, ну, но помощь нам не потребуется, выпускаю, я из-под крепа выпустил гигол, не выпускал их сразу, потому что думал, что здесь будет много ловушек, как бы, но ловушек здесь, но ловушек здесь не оказалось, в общем-то, даже перестарался с войсками, можно было взять все дело и попроще, ну, это какая-то просто подарочная была база, просто так пришел и ушел. Поделюсь с вами еще одним добрым человеком, покажем, какие добрые люди у нас бывают в мире, смотрите, какая прекрасная база, и в ней ничего нет, кроме маленькой первой пушечки, не знаю, зачем он туда пихнул, это чисто подарочная база, бери и не хочу, и здесь 37 тысяч эликсира и 120-110 тысяч золотишко, ну, здесь все просто, просто ускоряем в 4 раза, одна пушечка, я, конечно, перестарался, просто хоть варваров слишком много бросил, ну, чтобы побыстрее просто было, ну, естественно, 100% обороны никакой нет практически, одна пушечка маханькая, прекрасная база, спасибо богу, Рашер. Эй, давайте, ребяточки, глянем, что я тут нафармил за последнее время, последняя атака мне очень понравилась, сейчас я вам ее покажу, по 160, по 170 бегаю, только, как видите, луками и магами, как получается, вот, 240, кстати, было, по 200 тысяч было, вот 200 тысяч, о, это все, что у нас сохранилось, да, и давайте покажу вам, только что провел такую атаку, получилось довольно интересно, вот, сейчас зашел так, смотрю, 169, 177, думал, я обычно сейчас бегаю только за золотом, эликсир попутно собирается, думаю, да, сейчас вот тут что-то выброшу, вроде бы шахты сверху, легко тут луками расстреляют, да и побегу себе дальше, думаю, не буду там особо кого-то тратить, но, что-то, как вы знаете, ну, входишь во вкус, тут выпустил немножко лука, тут таунхолл просится, чтобы его снесли, а вот тут побежали уже и лучницы, и пора выпускать бы и варваров, а как-то жалко, они все бегут, бегут, а по ним стреляют и стреляют, особенно маги, ой, как больно бьют, бросаем хилочку, лечим, бедняжек, лечим, лечим, они все калечат и калечат вражескую базу, ой, вот это, луки-луки побежали, пока зона все еще и сфиляет, что бы у них луками не побежать, а варваров просто тьма тьмущая, сверху еще пустили немножко лука, но все-таки эликсир стоит, он просто просится, чтобы его собрали, ну, собираем, бросаем немножко рейджика, бросаем вторую хилочку, ой, выпустил лука, выпустил кучу варваров, думал, они побегут снова туда влево, но нет, они решили проломить, проломить забор по центру, и как видите, десятка, два, три варваров просто за секунду сносят золотой заборчик, и, в общем-то, вот так вот они побежали, побежали, бедняжки, они просто искали общение, но с ними никто не хотел общаться, и они просто взяли и все снесли, вот такая вот у нас была прикольная атака, чисто случайно снес всю базу, и улов довольно-таки хороший, 169 на 177, при том, что армия моя стоит 1030, а, ну, правда, эликсиры были, да, правда, я бросил 3 эликсира, еще 5 на 45, ну, 1070, 70-80 я потратил, и вот еще одна атака, доступно нам 240 золота и 240 эликсирчика, снова бежим нашими бравыми, 70 примерно у нас варваров и 100 луков, бросаем сначала варваров в качестве мяса, луки идут сразу за ними, и штормят они всю одну сторону, выбрали на этот раз правую сторону, концентрируем луки на башеньке, чтобы они снесли, и, в общем-то, легко, так, сняли половину золота, и еще немножечко зачистим с обратной стороны, давайте немножечко ускоримся, на этот раз поддержки ни хилов не ускорялось, ничего не было, ничего не брал, и потому очень мега выгодная получилась эта у нас атака, только же луки-варвары, как обычно я бегаю, потому как бы полностью сносить эту базу смысла и не было никакого, но 73% снесли, и главное, получим 240 тысяч золота, и 170, какие 170, почти 190 тысяч эликсира, а армия была всего-то, так, у нас варвары по 100, то есть, так, по 100, да, 6700 за варвары я дал, и 20 тысяч там с копеечками дал за луков, то есть, ну, армия 30 тысяч на 187 тысяч тоже довольно-таки приятно.